Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скальвот. Главные темы к этому часу. Проект бюджета региона с уточненными параметрами на следующий год рассмотрят сегодня депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Прямое включение 48-й сессии краевого парламента уже через несколько минут. Только в этом году составом поезда травмированы два ребенка. Один из них смертельно, как современные технологии помогают избежать трагедии на железнодорожных путях, расскажут наши корреспонденты. Новогодние открытки с рисунками барнаульских школьников получат алтайские ветераны Великой Отечественной войны. Поздравления доставят волонтеры Победы. Подробности в выпуске. В Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для контактных с больными COVID-19. Постановление вступило в силу 17 ноября. 48 часов срок теста на COVID-19 с момента поступления биоматериала в лабораторию до получения результата. После одного отрицательного теста можно выписывать выздоровевших после COVID-19. Для получения отрицательного результата теста можно выписывать пациента из стационара для продолжения амбулаторного лечения. Через 14 дней контактным лицам можно покидать самоизоляцию без обязательного теста на коронавирус. Один день – это срок, в который Роспотребнадзор информирует контактных с больным COVID-19 о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции. Новые поправки в федеральный закон об исполнительном производстве предусматривает рассрочку для погашения долгов. Ей могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели, бизнес которых пострадал из-за пандемии. При этом сумма задолженности не может быть больше 15 миллионов рублей, а срок не превышать года. Кроме того, рассрочку по кредитной задолженности предоставляют пенсионерам. Подать заявление на рассрочку можно в отделении судебных приставов по месту жительства. К нему необходимо приложить график погашения задолженности. Заявление к нам поступает, но, к сожалению, не все заявления удовлетворены, ввиду того, что гражданам не предоставляется неполный пакет документов. В основной части не предоставляется график погашения соответствующей задолженности, что является основополагающим для того, чтобы рассмотреть данное заявление и его удовлетворить. Отмечу, что до 1 января 2021 года судебные приставы не смогут изымать и арестовывать имущество должников, за исключением исполнения судебных актов. Проект бюджета региона с уточненными параметрами на 2021 год и плановый период рассмотрят сегодня депутаты АКЗС. На сессии в парламентском центре Алтайского края находится мой коллега Глеб Полянский. Глеб, доброе утро, ждем от вас подробностей. Здравствуйте, коллеги. В повестке 48-й сессии Алтайского краевого законодательного собрания сегодня 26 вопросов, но основным и самым главным, наверное, станет вопрос о рассмотрении параметров краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. После уточнения объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и собственных доходов региона выяснилось, что дополнительно в краевую казну поступит более 17 миллиардов рублей. А это значит, что скорректированы и основные параметры бюджета. Так, расходная часть составит почти 130 миллиардов рублей, а доходы около 124 миллиардов. Бюджет по-прежнему дефицитный, с максимально допустимым уровнем дефицита. Несмотря на это и несмотря на изменения основных параметров бюджета, он сохранил свою социальную направленность. Более 70% расходной части – это траты на исполнение социальных обязательств. Предусмотрена в следующем году и обязательная индексация зарплат бюджетников указным категориям, которые содержатся в указе президента страны в первой половине года на 4,3% и остальным категориям бюджетников осенью также на 4,3%. Подробнее о принятых депутатами решениях и повестке сессии расскажем в ближайшее время. Оставайтесь с нами, а мы пойдем следить за ходом развития событий. Спасибо, Глеб. Ждем от вас подробности в следующих выпусках новостей, а сейчас к другим темам. 20-летний Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии в интернете. Как сообщает Следственный комитет Алтайского края с 2018 по 2020 год, молодой человек через соцсети знакомился с девочками от 12 до 15 лет. Во время общения он высылал им свои интимные снимки и выпрашивал у них такие же кадры. В общей сложности от действий злоумышленника пострадали 11 несовершеннолетних. Во время предварительного следствия парень утверждал, что переписывался с девочками ради знакомства и дальнейших отношений, а умысла на развращение у него не было. Тем не менее, на него возбуждено уголовное дело, которое будет рассмотрено в суде. Сейчас кооперативная информация. Порыв водопровода произошел на улице Чеглецова в Барнауле. Вода вылилась на проезжую часть и затопила несколько улиц краевой столицы. Как нам стало известно, на место выехала аварийная бригада водоканала. Подробности коммунальной аварии мы расскажем в следующих выпусках новостей. В этом году составом поезда травмированы два ребенка. Один из них смертельно. Транспортная полиция проводит рейды и профилактические беседы по теме правонарушений и травматизма несовершеннолетних на железной дороге. Сделать прогулки детей безопасными помогают и современные технологии. Продолжит тему моя коллега Анна Москаленко. Еще один браслетик одену. Вот, что у тебя два будет. Глянь, какая красота. Здорово, да? Теперь тебя все видеть будут. Спасибо. Светоотражающие браслеты, красочные буклеты и раскраски. Сотрудники РЖД и транспортной полиции пытаются привлечь внимание детей к проблемам безопасности на железной дороге. 60% всех нарушений – переходы железнодорожных путей в неустановленных местах. Чаще всего причина не незнание правил, а невнимательность. Юлия Штойко, жительница Барнаула, нашла способ обезопасить своего ребенка. Скачали приложение Safe Train, то есть безопасный поезд. И то есть мы теперь можем в режиме реального времени наблюдать за ребенком, то есть где он находится. Также очень удобно, если вот ребенок приближается к железнодорожным путям, то есть мы об этом не знаем, приходит на телефон, на смс-оповещение. Приложение Safe Train – безопасный поезд предупреждает об опасности и ребенка, и родителя. Главное, чтобы установлено оно было на телефонах обоих. Вот показывает расстояние до поезда, красный экран, то есть уже опасная зона. У ребенка приложение может работать даже без интернета. Главное – включить геолокацию. Часто железнодорожные пути люди переходят в наушниках и в одетых капюшонах. Это запрещено. В приложении есть такая функция. Если подходит человек близко к железнодорожным путям, оно автоматически отключает наушники, все звуковые сигналы. Человек может сориентироваться и услышать приближающийся поезд. Отделения по делам несовершеннолетних проводятся акции. И вот в настоящее время проводится акция «Безопасный поезд», цель которой и является предупреждение детского травматизма на железной дороге. То есть сотрудниками полиции до несовершеннолетних, до родителей доводятся сведения о правилах поведения на железной дороге. Сотрудники транспортной полиции регулярно проводят профилактические рейды по безопасности на ЖД-путях. Но чтобы не волноваться за своего ребенка, можно уже сейчас установить приложение «Сейфтрейн» «Безопасный поезд». Анна Маскаленко, Роман Хайрулин. Новости. Новогодние открытки с рисунками барнаульских школьников получат алтайские ветераны Великой Отечественной войны. Поздравления доставят волонтеры Победы. Дети написали картины Мастом под руководством художницы Марины Аджинян в арт-галерее Бандероль. Организаторы акции хотели, чтобы поздравление было с душой. Поэтому решили сделать открытки по макетам рисунков, а также подписать каждую открытку от руки. За каждым ветераном у нас закреплен волонтер. Сейчас мы с ними взаимодействуем больше только по телефону, либо доставка продуктов только до двери. Они очень ждут, когда ты им звонишь, они рассказывают тебе о том, что у них происходит. Они очень сильно по нам скучают. Отмечу, школьники уже участвовали в акции ко Дню Победы. 9 мая они обзвонили всех ветеранов Барнаула, читали стихи по телефону, а также записали поэтические видеопоздравления. На этом у меня пока. Все, еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Ссылки на них вы видите на своих экранах. Будьте здоровы, оставайтесь с нами.